Быстро все в дом забежали. Начали сразу прятаться в комнатах, те, которые хотя бы чуть дальше от окон. Потом, чуть позже, уже стали прыгать в подвал, потому что начали уже сильно стрелять. Село Салахи Белгородского района опустело. Почти 400 человек после обстрела со стороны Украины уехали. Больше всего пострадала центральная улица. Вчера Ксения отпраздновала день рождения крестницы вернулась именно сюда. Недавно купленный дом только собиралась ремонтировать. Как сам Бог хотел не делать ремонт здесь. У соседей во дворе был снаряд большой. И, видимо, вот эти вот осколки долетели вот до нас в забор, в окна. Потому что в окна даже рамы повыскакивали. Ксения из многодетной семьи. У неё 14 братьев и сестёр. Почти все живут рядом на переулке Черногаева. Старшие сейчас помогают по хозяйству. Самых младших глава семьи Олег отправил с женой в Белгород. Детей с ней туда, на квартиру. Друзям. Это вчера, да? Да, да, да. Сразу после этого всего я их отправил. По последним данным, главы Бессуновского сельского поселения пострадали 20 домовладений. Шесть машин. В школе, почтовом отделении и магазине выбиты окна. Повреждённые системы газоэлектроснабжения восстановили. Здесь сейчас работает следственный комитет, работают специальные службы. Здесь военная полиция. Работники администрации нашей Бессуновского сельского поселения, они завершают подвораевый обход уже предметно. Переписывают номера телефонов, характер повреждений. Средства есть, подрядчика нашли. К работам приступят завтра, заверил глава региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. Ещё вчера губернатор отметил, это самая тяжёлая ситуация за всё время обстрелов. Екатерина Ковалёва, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогурья. Субтитры создавал DimaTorzok